Добро пожаловать на hanyus.ru. Первые упоминания о лифтах принадлежат перу римского архитектора Витрувия, который ссылается на Архимеда, построившего подъемный аппарат в 236 году до нашей эры. Затем лифты строили в 6 веке в Египте, 18 веке во Франции и в Российской империи. В 1854 году американский изобретатель Элайша Отис совершил прорыв в конструировании лифтов и продемонстрировал устройство безопасности — ловители. Это дало возможность строить небоскребы. Первый пассажирский лифт подъемный был установлен в Нью-Йорке тремя годами позже, а первый электрический лифт был запатентован Отисом в 1861 году. Как же работает современный лифт с электрическим приводом? Об этом сегодняшнем выпуске. Кабина лифта подвешена на нескольких стальных проволочных канатах или тросах, обычно их от 3 до 8 штук, чтобы тросы не скрипели и не ржавели и пропитывают маслом. Под движение лифт приводит силовая установка — лебедка, расположенная в большинстве случаев в верхней части шахты. Она управляется электромотором, представляет собой канатоведущий шкив или, иными словами, колесо с широким ободом, которое огибает стальные тросы. Они спускаются на противовес — груз, который уравновешивает кабину лифта и уменьшает нагрузку над двигатель. Оптимальный вес противовеса равен суммарному весу пустой кабины и половины полезной нагрузки. При вращении шкив за счет сил трения перематывает канаты на сторону кабины или противовеса, которые тем самым всегда движутся в противоположных направлениях. Основная нагрузка выполняется противовесом, к которому тросы крепятся при помощи мощных пружин. Это необходимо для плавности кабины при остановке или начале движения лифта. Скорость движения кабины контролируется специальным контроллером. Снаружи кабины расположены направляющие башмаки, которые скользят по направляющим шахты и поддерживают кабину в вертикальном положении. Безопасность пассажиров современного лифта обеспечивают около 30 электронных и 5 механических устройств. Самыми главными из них являются автоматические ловители. Эти механические устройства управляются отдельным тросом и шкивом ограничения скорости. При падении или перегрузке кабины трос ограничителя скорости прекращает движение и за счет этого сильным рывком выдергивает кленовидные башмаки ловителя, которые останавливают лифт. Еще одним предохранительным устройством являются буфера. Эти устройства плавного замедления кабины расположены на дне шахты. Они могут быть полиуретановыми, пружинного или масляного типа в зависимости от номинальной скорости. Буфера предназначены для преобразования кинетической энергии кабины и противовеса в тепловую и призваны сместить удар в случае нестановки кабины на уровне первого этажа. Что касается открывания дверей, то этим процессом управляет специальный контроллер. Он определяет вызованный этаж и при помощи автоматического привода открывает двери, чтобы впустить и выпустить пассажиров. Внешние двери лифта не имеют собственных приводов и сами открываться не могут. Они надежно удерживаются специальным замком. Открыть их может только кабина лифта. Именно на ней расположен привод дверей и внутренних и внешних. Для точной остановки на нужном этаже на лифте кабина установлен индукционный или герконовый датчик, который взаимодействует с магнитными шрустами на каждом этаже и тем самым определяет точное положение. В настоящее время инженеры и конструкторы продолжают совершенствовать лифтовое оборудование. Так компания ThyssenKrupp Elevator работает над первым в мире бесканатным лифтом Multi, который позволит перемещаться нескольким кабинам в одной шахте в вертикальном и горизонтальном направлении. В следующем выпуске мы продолжим сегодняшнюю тему и расскажем о том, как работает ThyssenKrupp с гидравлическим приводом. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые серии проекта «Как это работает». Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok